приветствую всех на моем канале моих постоянных зрителей и читателей а также те кто попал на мой канал впервые или случайно сегодня я выполняю свое обещание и хочу показать как связать самый простой платок бактус спицами если вы начинающая мастерица и только-только научились вязать что называется только взяли спицы в руки значит мое видео для вас бактус будет очень простой в смысле вязание простой но на вид он будет симпатичный не будет никаких сложных узоров потому что сама ниточка имеет очень интересную красивую раскраску здесь и темно-серый и светло-серый и темно-коричневый и бежевый и белый ниточки я взяла в этот раз alize angora gold спицы knid pro 375 вязать этими спицами буду первый раз и заодно расскажу о своем впечатление о них сначала ниточках конечно у этой ниточки есть как свои поклонники так и свои противники что могу сказать я я вязала ниточка этой давно у меня сложилось такое неоднозначное впечатление о ней первый раз я связала шаль мне очень понравилось она и смотрелась хорошо и переходы цветов очень удачно подобраны шаль у меня очень быстро купили и в принципе и хозяйка шали и я остались довольны второй раз я вязала юбку юбка вытянулась после стирки мне это конечно не понравилось мне пришлось юбку распустить и так у меня ниточки потихонечку куда-то ушли я даже честно говоря не помню что я из них вязала всякую какую-то мелочевку а вот потом так получилось что я из таких же ниточек связала себе носки и носки оказались такими теплыми что я как бы свое мнение изменила об этой нитке носочки оказались мягенькими тепленькими и очень удобными в носке поэтому я посчитала что для шали такая ниточка вполне подойдет точнее не для шали оплатка бактуса к тому же на такую мысль о ализе ангора меня натолкнула моя покупательница так получилось что у нее аллергия и на пух козы у нее начинается слезы сопли чих и все остальные неприятности а вот ализе она носит спокойно аллергии нету она не чихает у нее не не слезятся глаза у меня также периодически бывают аллергия сезонная поэтому я ее очень понимаю и я прислушалась к этому мнению я уже в своих видео по вязанию рассказывала что я люблю перекрук перематывать свои моточки в клубочки но на этот раз мне просто хочется прям вот любоваться этой ниточкой и я буду вязать прямо из нее сейчас я найду изнутри краешек и начну так вот я достала вот он очень удобно вязать изнутри вот так чтобы клубок моточек не катался не все я кстати выпускала видео что делать чтобы клубочки не катались и не пачкались на полу потому что я прочитала недавно целую статью девчонки примут вот у меня все нитки грязные господи докупить корзинку да положите в нее и все все дела и и корзиночка как украшение дома ну я плиту мне конечно знаю значительно проще но у нас сейчас можно купить что угодно где угодно ниточка оказалась такой запутанный середине серединке что мне пришлось делать такой маленький клубочек это немножко неудобно придется вот так вот его все время раскручивать ну это будет недолго ничего страшного отношение к платкам шалям и бактусам конечно не однозначное кто-то считает это старомодным кто-то считает это ультрамодным но я скажу по практичности я живу практически у нас степи а это значит что ветер дует постоянно и зимой и летом с одной стороны это неплохо а зимой когда минус 20 минус 25 и минус 30 и нужно куда-то выйти то я вам скажу что это очень хорошо продувает и даже кофту про двое куртку продувает и в таком случае но я не люблю сильно одеваться под куртку поэтому я одеваю свой обычный свитерок а сверху на плечи ложу бактус и мне очень даже уютно и комфортно и плевать мне старомодно или не старомодно это тепло начинаем вязать бактус коротенькая ниточка у меня получается слева большая длинная справа начинаем вязать трех петель набираю классическим образом 2 3 вынимаю спицу коротенький я в руку забираю с длинной ниточки я вижу первую ниточку в первую первую петельку в первом ряду я всегда провязываю 1 2 средняя центральная и последняя изнаночная переворачиваю вязание свое опять ниточку короткую убрала и с этого места нам нужно начинать делать прибавки значит мы первую петельку снимаем не провязывая и делаем протяжку протяжка это вот ниточка который находится между 1 и 2 вот здесь я вот сюда вставляю свою спицу и вытягиваю ниточку вот этот протяжка дальше центральная петля а последнюю петельку можно или протяжку также сделать вот здесь а можно и связать сразу из последней петли сначала вяжем за заднюю стеночку лицевую петлю потом перекидаем ниточку и вяжем изнаночную на спице у меня 5 петель и чик и теперь прибавки я буду делать не на первой и последней петле а на второй и на предпоследней вот так это выглядит первую я снимаю не провязывая а вторую петельку делаем сначала провязываем за заднюю стеночку лицевую петлю потом за переднюю стеночку лицевую петлю средняя центральная петля лицевая и предпоследняя петелька то же самое сначала провязываем за заднюю петлю лицевой потом за заднюю петлю лицевой и последняя изнаночная перевернула вязание и повторяю предыдущий ряд сняла первую петелечку вторую сначала за заднюю потом за переднюю и сняла лицевая 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 осталось 2 сначала за заднюю потом за переднюю сняла и последняя изнаночная так я провязала еще три рядочка и острый низ бактуса платка бактуса у меня сформировался если и дальше в каждом ряду прибавлять справа и слева то наш бактус уйдет на очень резкое расширение и это честно говоря не всегда красиво смотрится поэтому с вот этого места я начну прибавлять в каждом втором ряду а для того чтобы мне не путаться какой из них ряд 1 какой 2 я вот допустим буду в этом с этого места добавлять делать прибавочку я вешаю маркер то есть здесь если у меня висит он справа я сделаю и справа и слева и бабочку когда маркер у меня уходит налево значит прибавки делать не надо ну раз я уже повесила здесь свой маркер то этот ряд я провяжу с прибавками все тем же способом вяжу лицевыми петлями прибавочку сделала на второй петле и сейчас на предпоследней еще все так же сначала за заднюю стеночку потом за переднюю и изнаночная с того края где у меня маркера нет я провязываю по узору просто по узору без прибавок последняя изнаночной и вот таким образом я буду вязать до нужной мне длины в принципе это очень легко в процессе вязания набрасывать себе бактус на плечи на спину на шею кто как любит носить на голову и видеть достаточно длины или недостаточно из такого матка я наверно забыла показать 100 грамм 550 метров 80 процентов акрила 20 шерсти ну да аллергия он менее будет давать получится большой хороший платок ну некоторые любят прямо вот коротенькие некоторые любят побольше это уже дело вкуса смотрите сами купа вот такая красота у меня получилось из матка не так бактус получился довольно таки большой мне очень нравится честно говорю очень можно одеть и под коричневую куртку и под бежевую и под шубку и под светлую и темно-серую и светло-серую то есть цвет универсальный края при таком способе как я показала получается очень интересные вот так вот выглядит они не закручиваются я дошла до верха скоро мне нужно будет заканчивать вязание и я теперь провяжу для того чтобы верх у меня тоже вот так вот не подворачивался буквально два-три рядочка я провяжу провяжу резинкой один к одному и в этих последних двух-трех рядочках я уже прибавки делать не буду я провязала три рядочка и по сути это та же ленточка и теперь я буду заканчивать вязание вязание буду заканчивать крючком у меня крыльчка как раз первую петелечку я снимаю не провязывая дальше у меня изнаночная провязываю крючком изнаночную вытягиваю петелечку и закрыла петлю дальше петелечка мне лицевая провязала крючком лицевую петлю сняла обе петелечки закрыла петлю изнаночная провязала закрыла петлю не хочет скрываться лицевая то же самое провязала и закрыла вот и все и так до конца ряда вот так я дошла до последней петелечки вытягиваю последнюю петелечку провязываю закрыла отрезаю ниточку а теперь делаю так как я делаю всегда и везде при вязании и я увожу ниточку на бок так так следующая крайняя петля так мы еще одна все теперь я завяжу узелочек я обрежу чтобы его не было видно при таком способе закрытия петель цепочка получается сверху а сама вязание у нас не стягиваются и идет в продолжение в самому вязание такой же то же самое я сделаю сейчас с ниточкой с которой я начинала вязание я точно также уведу ее на бок можно так вот затягивать сразу же буквально два-три раза вот так сделать и ниточка у меня будет сбоку я знаю что у меня там она если мне надо будет распустить и переделать и ее не видно она не торчит и под край прямо резала все ниточки не видно вот такой бактус у меня получился ну и напоследок скажу размер у меня немножечко не так осталось совсем немножко длина по спинке примерно 60 сантиметров и размах 110 на этом я со всеми прощаюсь если мой такой небольшой мастер-класс был для вас полезным буду очень рада желаю всем всего самого-самого хорошего и до встречи в следующих видео пока пока